Привет! Это Reboard. У Тим Тима вышел новый видосик. Короче говоря, ухожу в армию. Давайте посмотрим. Армия, мне кажется, для всех вообще такая болезненная тема для многих. Так что давайте глянем. Думаю, будет так же весело, как и обычно. Погнали! Как только это видео наберет 75 тысяч лайков, выйдет новый ролик. Окей, давай сразу поставим лайкусик, чтобы лайки побыстрее набежали, потому что у Тим Тима мне очень нравится контент. Короче говоря, ухожу в армию. Так. Это был четверг. Я пытался медитировать, чтобы быть спокойным. Но в дверь позвонили. Я удивился, ведь я никого не ждал. Пришил узнать у брата. Зато уже надел футболку и подготовился уже походу в армию. К нему ли это? Это не к тебе? Он ответил. Нет. А можно открыть дверь и узнать, к нему это или к тебе? Я удивился, ведь брат даже не огрызнулся в мою сторону. Я спросил, ты не болен? Он ответил. Нет. Я просто знаю, кто придет, тебя заверут в армию, я так доволен. Опять не огрызнулся. Я сказал ему, ты странно себя ведешь. Он ответил. То, что я не отвечаю тебе агрессией, потому что считаю тебя ничтожным, чтобы тратить на тебя свои эмоции, еще не означает, что со мной что-то не так. Ха-ха-ха-ха-ха. Какой высокимерный. Висикимерный, блин. А, нет, все в порядке. В дверь опять позвонили. Я пошел открывать, посмотрел в глазок и чуть не упал. Это был военком. О, господи. Я не знал, что делать. Открывать было не вариант. Ведь тогда меня заберут в армию. А у меня были грандиозные планы на год. Ну да, у меня примерно такие же грандиозные планы на каждый год. Ха-ха-ха-ха. Я решил спрятаться, но не мог найти подходящего места. Попробовал залезть под диван. В холодильник, в чайник. Да ты в квартире, в закрытой, они тебя не видят. Не получалось. Решил просто не открывать дверь. Но звонки не возвращались. Потом вспомнил, что есть брат, который может сказать, что меня нет дома. Четко. И заберут брата. Четко. Я пошел к нему. Попросил сказать, что меня нет дома. Он сказал. Хорошо. А я на всякий случай решил спрятаться под кровать. И брат, скорее всего, его сдаст, да? Здравствуйте, а Тима нету дома. Да, ну тогда передайте ему эту повестку. Хорошо, передам. Тим, тебе просили... Черт. Это забавно. Пришлось забирать повестку. У меня ничего не оставалось. Кроме как начать собираться в армию. Я позвонил отслужившему другу, чтобы получить совет. Он посоветовал не ходить в армию. Нормально. Нормально. Я тоже такой совет дал. Я правда не слушал, слава богу. Готовиться самому. А, стой. Я сел тренироваться чистить картошку. Меня увидел брат. Что ты делаешь? Я ответил. Готовлюсь к армии. Теперь я начинаю переживать за безопасность нашей страны. Потом я опробовал дедовщину на братья. Он рассказал маме. И я опробовал дедовщину на себе. А, стой. Я думал на маме. Потом я попробовал копать окопы. И опробовал дедовщину от соседей. Ну еще бы взял нормальный газон копать. Надо было попробовать одеться, пока горит спичка. Попросил брата подачившему. Да ладно, такой фильм по мне тут там. Я начал одеваться. Оделся. Спросил брата. Я успел. Если мы объявим войну черепахам, то у тебя есть шанс. Понятно. Я решил пройти видеокурс молодого бойца. Научился спать сидя. Научился спать стоя. Научился спать с открытыми глазами. Блин, мне б так, а. Я даже лежа спать не могу. Научился спать на ходу. И выучил пару армейских песен. Зашел брат. И сказал, что с таким пением меня отправят глушить врага. Четко. Я был готов. Но до ухода в армию. Еще было много времени. Надо было провести его с пользой. Я решил подготовиться к своему возврату из армии. Вряд ли у меня будет время сделать это там. Не дождалась, значит? Чувак. Ты кому это? Брату говоришь? Успокойся. У тебя нет девушки. Режет правду матку. Черт. Короче, пока я в армии был, понял, что надо бизнес свой открывать. В целом, как будто... Бизнес по буханию алкоголит. Уже сходил в армию. Я собрался и был готов выходить. Но забыл попрощаться с братом. Я зашел к нему. Меня не будет целый год. Надеюсь, ты проведешь его с пользой. Ну, конечно, с пользой. Не я же ухожу в армию. Красавчик. А там сейчас написано что-то другое. Вы негодно, да? И увидел, что повестка на самом деле пришла моему брату. Нормально. Обрадовался. И пошел рассказывать ему. А повестка-то тебе пришла, а не мне, оказывается. Да? Круто. Я там за год раскачаюсь, дембельнусь и сломаю тебе нос. Наивный чекотский мальчик. Эй, напиши в комментариях, кто-то его любимый герой из боевиков. Может быть, Рэмбо или Терминатор. Ставь лайк. Джеки Чан. Джеки Чан в роли Джеки Чана. Блин, офигенный ролик. Мне очень понравился. Но если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под роликом. Но с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.